У бурятского бизнесмена изъяли более 7 тонн уникального минерала почти на 110 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. МВД по республике Бурятия пресечена противоправная деятельность работника предприятия, выполнявшего подрядные работы для геологической организации. Все произошло в Акинском районе республики. В ходе рейда оперативники установили, что злоумышленник организовал незаконную добычу нефрита. Там полицейские изъяли всю технику и добычу ценой в 110 миллионов рублей. Фигуранту предъявлено обвинение в нарушении правил охраны и использовании недр и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. И, видимо, надо срочно, она подъехала к переезду, сигналит, там, мигалки свои включила. И нифига. Там уже, может быть, кому-то очень плохо. Этой пробкой на ЖД-переезде в районе стеклозавода уже никого не удивишь. Но в этот раз возмущение водителей и пользователей соцсетей вызвала не она. Все дело в карете скорой помощи. По словам автора видео, шлагбаум закрыли задолго до прибытия поезда. Скорая с включенной мигалкой простояла почти 10 минут. И тишина. Может быть, поезда не будет еще минут 20. Непонятно, как это все работает. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на ситуацию. Несколько лет назад была в аналогичной ситуации. Минут 15 сидели в скорой с 7-месячным ребенком. Вот когда к их близким опоздает скорая. Нельзя, значит, нельзя. На железной дороге все должно быть строго. На одной из автомоек Улан-Удэ женщина украла сумку и требовала вознаграждения за ее возврат. В ходе расследования выяснилось, что момент преступления записала камера видеонаблюдения. Воровку нашли по месту жительства. Она оказалась сотрудницей той самой мойки. Сумочку с документами вернуть удалось, а вот деньги нет. На автомойщицу возбудили уголовное дело. Байкальская миля 2022 все-таки состоится. Несмотря на пандемию и ковидные ограничения, масштабный фестиваль скорости на льду Священного озера пройдет в Максимихе с 9 по 13 марта. Главное условие – наличие куар-кода или справки о недавно перенесенном заболевании. Однако шаманы Бурятии категорически против подобных мероприятий. Они считают, что Байкал – это объект паломничества, а не развлечений. Во-первых, Байкал всегда был священный. Раньше в старину, проходя мимо Байкала, лошадям капусты выращивали, чтобы они не исключали громко. В конце концов, у нас такие шикарные степи. Можно было какие-то степи как-то организовать под нее и так же гонять на них. В Бурятии с размахом отпразднуют 300-летие кяхты. Указ об этом подписал накануне президент России Владимир Путин. В 2027 году город с размахом отпразднует свой юбилей. По словам Алексея Циденова, указ включает в себя не только проведение самого праздника, а также решение ряда имеющихся проблем в кяхте. Помимо праздничных мероприятий, пройдут и будут профинансированы мероприятия по решению первоочередных задач. Во всяком случае, мы будем прикладывать все усилия, чтобы это было именно так. Большое спасибо президенту за внимание к нашему городу, историей которого мы гордимся. Ведь граничащая с дружественной Монголией кяхта – это российские ворота в Азию.